Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и в сегодняшнем коротком видео я попытаюсь поделиться с вами лайфхаком. Но нет, наверное не лайфхаком, а просто дам свои советы, как быстро проходить и выгодно проходить батл пассы. Так вот, друзья мои, если вы купили себе особый пропуск, то знайте, первый пункт у вас всегда будет открыт, как только батл пасс открывается. Его даже выполнять не стоит. Дальше вам необходимо пройти 59 вот этих вот этапов для того, чтобы добраться до конца. И потом вы еще можете собирать себе вот эти золотые жетончики для того, чтобы открывать контейнеры операций. Так вот, если вы возьмете в руки калькулятор и посчитаете, то получается, что 59, а задача у нас, ребят, 18 золотых вот этих вот жетонов на каждую неделю. И таким образом за 4 недели 72 жетонов. Так что же получается? А получается, ребят, что если вы соберете все 72 жетона, то вам их хватит на то, чтобы пройти батл пасс, на то, чтобы собрать на один контейнер. И на второй контейнер, как правило, не хватает какой-то големы, одного или двух золотых жетонов. И что дальше? А дальше, те, кто захотят что-то получить из данного контейнера, а здесь порой есть чем поживиться, то вам придется заплатить по 350 голды за каждый золотой жетон. Таким образом, если двух золотых жетонов не хватает, вам в любом случае придется потратить 700 голды. Так я же, ребят, хочу порекомендовать вам способ, при котором вам не стоит, точнее не придется, тратить 700 голды. Как это сделать? Ну, для начала покажу, что я уже испробовал данный способ, он действительно работает, и как вы видите, я нахожусь на 21 уровне. Напомню, я выполнил боевые задачи первой недели, но я не выполнял ни одной задачи второй боевой недели. Так откуда у меня на 21 золотой жетон? По идее, по логике вещей, если я собрал 18, да плюс первый был открыт, я должен был быть здесь на 19 левеле. Но я смог себе еще в пределах прошлой боевой недели батл пасса открыть 20-21 уровень, и, соответственно, открыть себе сейф, который уже начал наполнять свободкой. Где я взял два вот этих золотых жетона? Все очень просто. Возвращаемся к задачам и смотрим. На каждую неделю нам падает 18 золотых жетонов, которые мы получаем за выполнение 6 боевых задач. Не спешите, ребят, пользоваться одной бесплатной заменой, как только какая-то задача вас пугает. Играйте. И вот тогда, когда из 6 боевых задач вы выполнили 5, а на 6 боевой задаче у вас выполнено 2 из 3, вот тогда ее меняйте. Таким образом, при замене, ребят, она обнулится, и у вас здесь появится заново 3 золотых жетона на новой боевой задаче. Попыхтите немножко, выполните все 3, и таким образом, пользуясь калькулятором, можете перепроверить, вы получаете на 2 золотых жетона больше в каждой неделе. Если вы будете так проходить каждую неделю, то вы за каждую неделю будете получать дополнительно по 2 золотых жетона. И если вдруг вам прям сильно свербит открыть больше чем 2 раза данный контейнер, допустим 3, то тогда вы будете доплачивать голдой именно за открытие 3-го контейнера, а не 2-го. Вот такой вот маленький короткий лайфхак. Но не спешите выключать видео, у меня еще один вам совет. Не продавайте машины, которые вы получаете из батл пасса. Вы не получаете с них большой финансовой выгоды. Но, ребят, они помогут вам в будущем. Чем помогут? Опять-таки, возвращаемся к боевым задачам и смотрим, что у меня здесь. Здесь у меня боевая задача получить знаки классности 3-й степени и выше. Многих игроков именно эта боевая задача в первую очередь и смущает. В то же время есть такие боевые задачи, как сыграть определенное количество боев на определенном танчике, либо на определенной нации. Так вот, ребят, именно когда у вас есть боевые задачи, которые необходимо выполнять на танках определенной нации, ну, допустим, уничтожить 14 соперников или сыграть, вы можете пользоваться именно этими машинками. Машинками из батл пасса. Почему это выгодно? Потому что тот же самый Киборг не является на сегодняшний день очень распространенной популярной машиной. Уж тем более не является Рудольф. Если вы видели мои боевые задачи, то там у меня была боевая задача сыграть определенное количество боев на технике США, вот вам, пожалуйста, Рудольф, и собрать знаки классности. С учетом того, что данные машины не пользуются популярностью, то у них не сильно высокая планка для того, чтобы получить знак классности 3-й степени или выше. Таким образом, играя на вот таком вот бедолаге, не сильно прикольном Рудольфе, да, пускай без особого фана, но я с легкостью буду выполнять задачу по получению знаков классности и параллельно выполнять задачу за игру на технике определенной нации. Вот такие вот, ребят, советы, вот такие вот лайфхаки. Если вам видео было полезным, интересным, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите свои комментарии. Обязательно, обязательно делитесь своим мнением по поводу услышанного. Я стараюсь специально для вас и пытаюсь быть максимально полезным и побежал снимать для вас следующее видео. Всех жду на канале. Мира вам, друзья мои. Спасибо за просмотр и обязательно спокойствие. Пока-пока.